В память о Яне Германии и в честь команды КВН «Одесские джентльмены» в Одессе установили новую кошачью скульптуру. На маршруте «Одесские коты» она уже 14-я по счету. Кот находится на Екатериненской 17, возле дома, где когда-то жил художественный руководитель джентльменов. Естественно, в правильном шарфике и с медалью, олицетворяющей победу. Когда впервые в Одессе появились первые инсталляции с котами, сказать сложно. Но можно точно утверждать, что эти создания прочно закрепились как символы города. С идеей создать кошачий маршрут по миру познакомила Татьяна Штыкова. И команда платформы «Доброе дело». Им принадлежит более 14 скульптур, посвященные мышеловам. Каждая скульптура – олицетворение городских легенд, которые всегда вдохновляли одесситов. Кошка Соня, кот Васька и спящий рыжик. В этот раз новой легендой, которую можно потрогать, стал кот-джентльмен. Не будучи сильно знакомым с творчеством Гельмана, но в то же время знаю о команде КВН «Джентльмен Шоу», я соединил вместе их победу когда-то на всезаюзном конкурсе КВН, образ как таковой команды, плюс ее идейного вдохновителя и автора ряда текстов Яна Гельмана. И получилось, что проект «Одесские коты» как раз хорошо лег, скажем так, в эту всю общую теорию. И получился этот кот. Мы сейчас подали еще на конкурс общественного бюджета. Если мы победим, тогда, соответственно, еще добавится около 40 котов. И вот тогда можно будет уже говорить, что это продукт, который можно назвать еще одной туристической частью города. Одесские джентльмены в свое время стали воплощением одесского юмора. Эта команда – первый чемпион возрожденного в 1986-м клуба веселых и находчивых. Запоминала зрителю своим неповторимым стилем, изысканность которому добавляли монологи с философским оттенком. Авторы скульптуры утверждают, кот-джентльмен вернет узнаваемость команды легенды, которая когда-то мелькала на всех телеэкранах и была узнаваема своими белыми шарфиками. Только нам, телемастерам, сегодня не мурка нужна, а такая песня, чтоб за душу брала, на работу звала и работать не заставляла. Со стороны нашей команды, конечно, я хотел бы сказать, что Анатолий Ковун, который придумал поставить кота в шарфике или кота от джентльмена, это ему огромная благодарность, потому что таким образом мы свою молодость увековечили в арт-объект. Уже мало кто помнит и три буквы КВН, и нашу команду, и многих из нас. И когда мы собираемся все вместе, мы понимаем, что мы никому неизвестные герои. И вот то, что эта страничка истории, вроде бы нашей, оказывается на самом деле страничкой истории нашего города, для нас это очень много чего значит. Это какая-то такая вот, даже не ностальгия, это счастье, что ты был причастен к чему-то хорошему для Одессы. Вот все, что это значит. Эти скульптуры радуют глаз одесситов и приобретают популярность у гостей города. Однако находятся те, кому подобные объекты не дают покоя. Часто памятники повреждают вандалы. Все потому, что внешний вид скульптуры напоминает бронзу. Вот только сделан код из полиэфирной смолы. Не очень бы хотелось его целиком восстанавливать, это недешево. Но я очень надеюсь, что здесь четыре камеры хотя бы как-то отпугнут. Но и самое главное, мы везде говорим, это не бронза, это пластик. То есть да, он выглядит как бронза, на табличках даже написано, что это пластик. Обидно, когда человек пытается оторвать голову на металлолом, а потом оказывается, что пластик на металлолом не сдашь. Арт-объекты уже вошли в кошачью карту для странств и туристов. Да и сами одесситы не прочь погулять по городу в поисках котов-легенд. В будущем авторы проекта планируют расширять маршрут. Ну а пока предлагаем вам поискать хвостатых местных на улицах нашего города. Татьяна Бурумбей, Алексей Прокопенко, телеканал Репортер.